Служение Дерека Принца. Израиль и Церковь. Параллельное восстановление. Часть 2. Я хотел бы обратиться к тем из вас, кто призван к ходатайству. Не забывайте, что ваша работа заключается в том, чтобы напоминать своему боссу о том, что у него в календаре. Указывайте на 14 стих 101-го псалма и говорите, «Ибо установленное время, чтобы помиловать Сион, уже пришло». В этом стихе есть два слова. Милость и благоволение. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что ни милость, ни благоволение заработать нельзя. Если вы можете это заработать, то это не милость и не благоволение. Итак, то, что Бог делает для своих людей, это не то, что мы заработали. Это пришло по Божьему благоволению, которое в Новом Завете часто переводится как «благодать». Иными словами, мы говорим о Божьей благодати. Это не то, что мы заслужили, и не то, что мы можем заслужить. Это то, что Бог решил сделать для нас. Именно это очень важно. Хочу сказать вам, что в духовной жизни ключ к успеху — это узнать, что решил делать Бог, и делать это вместе с Ним. Не пытайтесь заставить Бога изменить Его планы, потому что Он не будет этого делать. Мы можем двигаться по своему плану, но у нас ничего не получится. Единственный план, который сработает, — это Божий план. Я вдруг вспомнил, что в прошлом сентябре мы с Рут служили в очень интересной церкви в центре Лондона под названием Кенсингтонгский храм. Это очень необычная церковь. Она насчитывает 5000 человек, а это довольно много для современной британской церкви. И еще один необычный факт об этой церкви — это то, что 57% ее членов — это африканцы. Понимаете, центр Лондона кажется местом смешания многих народов, и там вы увидите больше людей с черной и коричневой кожей, чем с так называемой белой. У большинства из нас кожа не такая уж и белая. Так вот, мы с Рут служили там. Это было славное время. Нам казалось, что мы снова в Африке. Я имею в виду, что люди полны радости, они наслаждаются своим спасением. Они вели себя не так, как типичные британцы. Посреди всего этого Рут поднялась ко мне на сцену и сказала, «У меня есть слово Господа». Я ответил, «Я не против, но пойди поговори с пастором». Она пошла к пастору, пастор дал свои согласия, и она начала говорить. Она начала с очень драматичного и авторитетного заявления. Я никогда не слышал, чтобы она когда-либо говорила с такой властью. Это говорил сам Бог. И вот что Он сказал, «Я решил посетить Лондон». Да, слава Богу. Слава Богу за это. Семь лет моей жизни я провел в Лондоне. Служил там, и это было, наверное, самое тяжелое место, где мне приходилось служить. Но Бог решил посетить Лондон. Я рассказываю вам об этом, потому что вам следует это знать. Если Бог посетит Лондон, то весь мир ощутит эффект от этого, потому что Лондон касается всех стран на Земле. Я использовал эту историю как иллюстрацию, чтобы вы поняли, как важно знать то, что Бог решил делать, и делать это вместе с Ним. Иисус — глава церкви, и это одна из функций головы — брать на себя инициативу. В истинной церкви инициатива всегда исходит от Иисуса Христа. А когда люди сами инициируют что-либо, то это никогда не работает. Работает только то, что инициирует Иисус. Одна из молитв, в которой мы с Рут молимся постоянно и непрестанно, это молитва, которая звучит так. «Господь, дай нам быть в том, что инициировал Ты, и не дай нам инициировать ничего Своего». И за последние несколько десятилетий мы на личном опыте убедились, что эта молитва работает. А теперь давайте снова вернемся к 101-му псалму, 15-му стиху. «Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют». Это отличительная черта Божьих слуг. Они возлюбили камни Иерусалима. Итак, к тем слугам Божьим, которые не возлюбили, не хватает одной из отличительных черт. Я впервые попал в Иерусалим в 42-м году, когда он еще находился под правлением Британии. Больше всего меня впечатлили две вещи — камни и пыль. Если посмотреть на Иерусалим сейчас, то трудно представить себе, каким он был в 42-м году. Но отличительная черта слуг Божьих — это то, что они любят его камни и получают удовольствие от его пыли. Если проводить здесь параллель с церковью, то я бы сказал, что в церкви тоже много камней и пыли, но давайте не будем критиковать. Давайте будем верить Богу, что он любит камни и пыль церкви. Он не собирается оставлять их в таком виде, но критиковать все же всегда легко. Когда я получил спасение, родился свыше и принял Святого Духа, я был членом англиканской церкви. Я очень быстро увидел все недостатки англиканской церкви, которые не так уж сложно увидеть, и стал их критиковать. Но позже я понял, что критика и негативизм не приносят никаких результатов. Сейчас Бог дает мне настоящую любовь по отношению к моей первой церкви. Кстати, в Иерусалиме мы с Рут, к нашему большому удивлению, оказались членами англиканской церкви под названием «Церковь Христа», находившейся в стенах старого города. Нам там очень понравилось. Я не против небольшой литургии, если в ней есть хоть немного свободы. Мне кажется, что у многих пятидесятников есть свои литургии, только они не записаны. Если они у вас все-таки есть, то лучше пусть они будут изложены на бумаге. Хорошо. Продолжим читать этот Псалом, 16 стих. «И убоятся народы имени Господня, и все цари земные, славы Твоей». Каков Божий мотив восстановления Его народа? Он хочет принести славу Своему имени, а также столкнуть все народы земли с реальностью того, что Бог — это Бог, Библия — это Его Слово, а Его Завет остается неизменным всегда. Затем идет очень красивое местописание. Это 17 стих, где написано, «Ибо созиждет Господь Сион явиться во славе Своей». В старом переводе короля Иакова сказано, «Когда Господь созиждет Сион, тогда Он явится в славе Своей». Каким будет одно из великих знамений того, что Господь готов явиться в славе? «Восстановление Сиона». Это минутная стрелка на часах, указывающая нам, насколько мы приблизились к полуночи. Затем написано 18 стих, «Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их». Наверное, многие из вас слышали о западной стене Иерусалима, западном основании территории храма, которая считается самым священным местом на Земле, к которому евреи имеют доступ в наши дни. Евреи приходят целыми сотнями, пишут свои молитвенные просьбы, сворачивают их и вставляют в щели между камнями. Однажды я был там в довольно ветреную погоду и видел, как ветер выдул несколько этих бумажек из щелей, но очень многие остались на месте. И я сказал себе довольно цинично, «Ха, многие молитвы остались без ответа». Вдруг я почувствовал, как Господь сказал моему духу, «Придет время, когда многие молитвы будут отвечены за очень короткий период времени». Я ухватился за эти слова, «О да, придет такой день». Это будет день, когда Господь явится в Своей славе. И затем, как написано в 19 стихе, напишется о сём, о том, что «Только что я читал, для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа». То есть автор псалма понимал, что то, что он писал, было предназначено не для его времени, а для времени, назначенного для восстановления Сиона. Я считаю, что мы являемся тем самым поколением. Это было написано для нас. Это одновременно и смиряет, и впечатляет. Но обратите внимание, что там написано. «И поколение грядущее восхвалит Господа». Оглядываясь на историю церкви и на мой личный опыт, я прихожу к выводу, что люди Божии так долго были вялыми в прославлении Господа, что и Богу придется создать людей для одной конкретной цели, для Его прославления. Да будет так. Будет так. Это небольшое описание времени восстановления всего. Абсолютно всего. Я согласен, брат. Да будет так, как вы сказали. Благословение вам. Спасибо. Израиль вернется в свою землю, а церковь вернется в свое духовное наследие. Честно говоря, если вы прочтете «Деяния апостолов», а затем в свете этого посмотрите на современную церковь, то в большинстве мест за редким исключением вам сложно будет увидеть между ними какую-то связь. «Деяния апостолов» — это наше наследие, но, увы, много, много веков. Большая часть церкви была очень далека от своего духовного наследия в Иисусе Христе. Но есть хорошая новость. Бог не только восстанавливает Израиль, но Он также восстанавливает церковь. Хочу напомнить вам, что мы заслуживаем этого не больше Израиля. Это Божья благодать, милость и благоволение, как к евреям, так и к неевреям. Я счастлив получить бесплатную Божью милость и благодать, даже не стараясь заработать их. Я заметил, что многие религиозные люди считают, что им нужно заработать Божью благодать, и в результате они никогда не переживают ее, потому что нельзя заработать Божью благодать. Она бесплатна. Есть небольшой куплет, который я часто вспоминаю, и звучит он так, как «суверенно, замечательно и бесплатно Божья любовь ко мне грешному». Любовь действительно суверенна, замечательна и бесплатна. Ее нельзя заработать. В наше время есть много людей, которые требуют чего-то. Об этом можно было бы много говорить, но одного вы не можете требовать — это Божьей любви. Вы никогда не заслужите ее. Все, что вы можете сделать, — это поверить и принять ее. Одно из мест Писания, которое мы с Рут часто провозглашаем, находится в 1-м послании Иоанна 4, главе 16 стихе. Ты бы не хотела, дорогая, подняться сюда и доказать, что ты действительно знаешь его. Как я уже говорил, мы просто поглощены этими провозглашениями. Этот микрофон не работает, поэтому можешь говорить сюда. О чем я говорил? Адам, 1-е послание Иоанна 4, глава 16 стих. «И мы познали и поверили в любовь, которую имеет к нам Бог. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем». Хочу задать вам вопрос. А вы познали и поверили в любовь, которую Бог имеет к вам? Потому что ее нельзя принять никак иначе, кроме как через веру. Бог сказал Израилю в 31-й главе Иеремии, «Я возлюбил вас любовью вечную и простер к вам свое благоволение». Оглядываясь на свою жизнь, я могу сказать, что есть только одно объяснение тому, что Бог сделал для Деррика Принца. «Он меня полюбил. Он все еще любит меня, и он будет любить меня всегда». Его любовь неисчерпаема. Она непостижима. Она неувидаема. Вам нужно лишь поверить в нее. Хочу сказать вам, что враг ваших душ будет делать все возможное, чтобы помешать вам поверить в Божью любовь. Но я хочу заявить, что я верю в Божью любовь. Я верю, что Бог меня любит. Давайте скажем это вместе. Поднимите правую руку и скажите вместе со мной, «Я верю, что Бог меня любит». Аминь. Спасибо тебе, Господь. Я теперь хотел бы перейти к книге пророка Иоиля. Надеюсь, вы знаете, где она находится. Хочу сказать, что малые пророки называются малыми из-за длины своих посланий, но не из-за их содержания. Не игнорируйте их, только потому что это всего лишь кучка маленьких книг в конце Ветхого Завета. Они содержат в себе драгоценные откровения, истинные. Итак, давайте откроем первую главу Иоиля и немного прокомментируем послание Иоиля. Иоиль пророчествовал о последнем времени. Когда Дух Святой излился в день Пятидесятницы, Петр поднялся, и какого пророка он начал цитировать? Вспоминайте. Правильно, Иоиля. Он сказал, в последние дни Бог изольет своего Духа. Так что, по своей сути, Иоиль является пророком последнего времени. Насколько я понимаю, тему послания Иоиля можно разделить на три этапа. Запустение, восстановление и суд. А в центре всего послания находятся два, как я их называю, символических дерева. Это обычные деревья, которые также являются символами чего-то. Одно дерево — это смоковница, а второе — виноградная лоза. Очень многие комментаторы Библии считают, что смоковница символизирует еврейский народ. Когда смоковница пускает ростки, понятно, что лето уже близко. Мы рассмотрим это позднее. Виноградная лоза — это образ, который использовал сам Иисус, когда говорил об истинных верующих в Него. «Я — лоза, вы — ветви. С вашего разрешения я рассмотрю эти два дерева как символы. Смоковницу — как символ Израиля, а виноградную лозу — как символ церкви». Пророк начинает свое послание со сцены почти полного запустения. Книга Иоиля, первая глава, шестой стих. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него, зубы львины, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, или содрал с нее кору. Ободрял ее до гола и бросил. Сделались белыми ветви ее». Я не ботаник, но мне говорили, что каналы, которые проводят в дерево питательные вещества, с земли находятся в коре. Поэтому содрать с дерева кору значит лишить его источников жизни. Итак, смоковница была лишена источника жизни, а виноградная лоза была ободрана до гола. Затем, в следующих стихах, он продолжает «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей». Это всего лишь комментарий, но вы услышите, что многие говорят о том, что слово, переведенное как «дева», в книге Исаии 7 главе, «дева родит нам сына», не является словом, которое евреи обычно использовали для обозначения «девственницы». Это чистая правда. Это слово «алма», которое означает «молодую женщину, достигшую полового созревания». Но обычно «девственница» на еврейце — это «бетула». Интересно, что здесь используется слово «бетула». И Аиль пишет «рыдай, как девственница», «бетула», о муже юности своей. Если бы Исаии использовал слово «бетула», то критики сказали бы, «Ага, значит, бетула может иметь мужа». Вы видите? Но Бог умнее всех критиков. Хорошо, давайте вернемся все же к тексту. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись с вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господние. Опустошено поле, сетует земля, и выстреблен хлеб, высох виноградный сок, завяло маслина. Бог питает Свой народ тремя основными способами зерно, виноградный сок и оливковое масло. И все они были урезаны. Я думаю, что зерно символизирует источник сил, вино символизирует радость, масло символизирует помазание Святого Духа. Все три были урезаны. Затем в 12 стихе 1 главы Он продолжает. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальмы, яблони, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Если вы на мгновение откроете 21 главу Луки, то увидите притчу, в которой Иисус рассказывал о знамениях, указывающих на приближение конца. В Евангелии от Луки 21 главе сказано «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья». Если смоковница — это Израиль, то что символизируют все деревья? Все остальные народы. Иисус сказал, когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Это правда, даже в таком климате, где весна почти незаметна, но, по крайней мере, когда листья зеленеют, а деревья приобретают более яркий оттенок, вы знаете, что лето уже близко. В Израиле, Великобритании или в странах Северной Америки, это тоже очень и очень заметно. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царство Божие. Я говорю людям, послушайте, если вы хотите знать, как скоро наступит лето, то посмотрите на листву. Чтобы узнать это, не нужно ходить в университет. Вам не нужно ходить в синагогу, чтобы это узнать. Вам не нужно ходить в церковь для этого. Там вас могут дезинформировать, а природа даст вам правильный ответ. Итак, если вы хотите знать значение времени, в которое мы живем, то вам не обязательно спрашиваться об этом теолога. Он может оказаться неверующим теологом. Даже у раввина не спрашивайте. Он тоже может оказаться неверующим. Обратитесь к доказательствам, которые дал Иисус, а именно к смоковнице и всем деревьям. Я сам стал свидетелем очень волнительных событий. В наше время колониализм превратился в неприличное слово. И все это началось приблизительно в конце Второй мировой войны. Страны, одна за другой, требовали освобождения из-под колониального господства. А первым народом, сделавшим это, была смоковница Израиль в 1948 году. Интересно, что многие другие народы, особенно в Африке, последовали примеру Израиля. Они сказали, «У вас это получилось? Так покажите нам, как это сделать». Итак, притча, рассказанная Иисусом, очень уместна в наше время. Также Иисус сказал, «Смоковница и все деревья», то есть все народы. Если вам нужно было подытожить основные характеристики последних 50 лет, то одной из них было бы появление большого числа новых стран. В одной только Африке после Второй мировой войны образовалось полсотни новых стран. Я жил в Восточной Африке как раз в то время, когда независимость набирала обороты. Ключевым словом на Суахиле было «Угуру», что означает «независимость и свобода». Впоследствии эти страны Уганда, Кения и Танзания стали говорить, «Мы — отдельные народы, у нас свой язык, у нас своя культура, у нас свои обычаи, мы хотим делать все по-своему, мы не хотим, чтобы нам диктовали что-то чужие власти». Это была их мотивация. Она распространилась в Азию. Интересно, что сейчас это очень просматривается на территории бывшего Советского Союза. Народы один за другим говорят, «Мы — отдельные народы». Мы — чехи, а не — словаки. Не называйте нас словаками. Сейчас существуют отдельно и Чехия, и Словакия. И, наверное, самой могущественной силой в Восточной Европе является сейчас сила независимости и национализм. Это именно то, о чем говорил Иисус. Если бы вы обошли всю землю, то нашли как минимум сто стран, где это является движущей политической силой. Иисус сказал, «Посмотрите на смоковницу и все остальные деревья. Когда они начнут показывать приближение лета, вы будете знать, что Царство Божие уже близко». Также Он сказал, «Знаете сами, а не полагайтесь на чужие знания». А сейчас я бы хотел продолжить тему восстановления, которая описана во второй главе книги Иаиля. Я прочту лишь 21 стих. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо вели Господь, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище, пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу». Вы заметили, что в центре восстановления находятся те же деревья, что были в центре запустения. Это смоковница и виноградная лоза. Принимая во внимание предложенный мной символизм, это означает, что речь идет об Израиле и церкви. Восстановление коснется их обоих одновременно. Затем он продолжает. «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе, Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет неспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». В еврейском календаре это месяц празднования Пасхи, то есть апрель. Дождь — это то, что приводит к плодородию. И во всей Библии дождь символизирует Святого Духа. Итак, Господь говорит, что Дух Святой принесет новую жизнь и восстановление. Затем Он продолжает. «И наполнится гумно хлебом и переполнится подточилие виноградным соком и елеем». Обратите внимание, что здесь снова упомянуты три основных продукта хлеб, вино и масло. и теперь они уже восстановлены. Я верю, что это время, в которое мы с вами живем. Если смотреть только на Церковь, то имеется в виду начало движения Духа Святого в сверхъестественной силе. Невидимое. Сверхъестественное проявление, которое положило начало процессу восстановления. Нам нужно не забывать о том, что Божий порядок, и я повторю то, что уже не раз говорил, это покаяние, обновление, восстановление и, наконец, возвращение. Приведу всего лишь один пример. В 60-х годах 20-го века Церковь в Америке переживала невероятное обновление. Кто-то из вас наверняка это время помнит. Кто из вас принял спасение в период с 70-го по 72-й годы? Ага, тогда спаслось большое число людей. Поднимите руку. Хорошо. Многие из них были евреями. Я думаю, что это был первый случай, когда Дух Святой двигался одновременно среди такого большого числа евреев. Это было время, когда Смоковница начала показывать первые, видимые духовные плоды. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.